В Челябинской области началась акция «Ваш участковый». Она продлится месяц, и за это время жители познакомятся с теми, кто призван их охранять. Об этой акции мы поговорим с заместителем начальника управления организации деятельности участковых, уполномоченных полицией и подразделения по делам несовершеннолетних ГУМВД по Челябинской области Олегом Ивановым. Доброе утро, Олег Николаевич. Доброе утро. Ну, скажите, пожалуйста, вот эта акция «Ваш участковый», когда именно она начинается? В какие сроки? Ну, данное оперативно-профилактическое мероприятие у нас будет проводиться на территории Челябинской области. Это с 12 октября по 12 ноября. То есть месяц? Ровно месяц. А вообще вот эта акция, она проводится впервые у нас в Челябинске или уже нет? Вот плакаты по всему городу мы заметили. Данная акция у нас проводится, стала проводиться с прошлого года, и на территории Челябинской области уже проводится третий раз. Угу, уже третий. И какие же мероприятия вот в рамках этой акции? Что, собственно говоря, с собой представляет эта акция? Ну, целью задачи данных профилактических мероприятий – это активизировать работу по профилактике лиц, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел. И в том числе в ходе более качественно отработать жилой сектор. То есть каждому участковому это встретиться с жителями, проживающих у них на административных участках. В рамках этой операции, в том числе, будет проверение лица, имеющие во владении оружием, лица, состоящие на различных профилактических учетах. Таких учетов у нас более 10 учетов. В том числе проведены встречи с представителями управляющих компаний, старшими подъездок, старшими домов. Ну, и другими представителями различных организаций, правоохранительной направленности, так и государственных учреждений и предприятий руководителями. Ну, а вот вообще идея возникновения этой акции, она из чего выросла, возникла? То есть какая-то необходимость была или что это? Ну, в данном случае у нас, как правило, эти мероприятия проводятся два раза в год. То есть это по весне и по осени. В данных мероприятиях мы именно акцентрируем внимание и организуем работу в зависимости от оперативной обстановки, которая у нас складывается на территории Челябинской области. Вот, например, в данной операции это отработка профлиц, состоящих на учетах, и в том числе по выявлению правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Каждый гражданин знает, что полицейский, участковый, он обязательно поможет. Но на какие именно жалобы обязан отозваться участковый? Учетковый, уполномоченный полиции является универсальным сотрудником полиции. Поэтому на все поставленные вопросы участковый по мере своей компетенции и возможности должен правильно среагировать и подсказать гражданину выход из той или иной ситуации. Все заявления участковый, уполномоченный полиции обязан принять, зарегистрировать, провести проверку. Данные материалы проверки, если это не отозвитие компетенции органов внутренних дел, то он эти материалы направляет для принятия решения в ту или иную организацию с обязательным уведомлением гражданина. А есть у вас еще какие-то сейчас планы по снижению уровня правонарушений? Оперативно-профилактические мероприятия в вашей участковой у нас в течение года проводятся различные мероприятия, такие как, например, условник, надзор, шанс, подросток. Эти все мероприятия направлены на стабилизацию тех или иных видов правонарушений либо преступлений, совершаемых на территории Челябинской области. А вообще сейчас граждане у нас бдительны. И есть ли какие-то у вас, может быть, интересные такие моменты или на память какие-то случаи, когда проявили бдительность, и это очень помогло вам в вашей работе? Да, таких фактов у нас очень много по области. Ну, один из примеров – это так называемые резиновые квартиры. На основании заявлений граждан, в том числе информации, получаемость от граждан с активной позиции, мы выходим на проверку этих сообщений, собираем материалы, ну и принимаем меры там уже в рамках действия законодательства Российской Федерации. Олег Николаевич, спасибо большое, что пришли к нам. Я напомню, что гостем нашей студии был заместитель начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних ГУ МВД по Челябинской области Олег Иванов. Олег Николаевич, пару слов нашим телезрителям. Уважаемые граждане, доброе утро и будьте бдительны. Ну, а мы вернемся в студию через пару минут.